Фельдчер-акушер в мирной жизни Александр Калий на войне стал тем, от кого зависит жизнь товарищей. Здесь он и хирург, и травматолог, и даже психолог. Как бойцу 93-й отдельной механизированной бригады, Александру приходится не только отражать атаки врага, но и оказывать первую медицинскую помощь прямо на поле боя. Оправдывая свой позывной «Крестный отец», он был среди тех самых киборгов, которые защищают Донецкий аэропорт. Говорит, даже в самых сложных ситуациях делал все возможное для того, чтобы его товарищи остались живы. Поэтому ты берешь скальпель, берешь спритц, обкалываешь, лезешь. У меня нет практики хирурга. Может, я это делаю неправильно, но, по крайней мере, на данный момент у меня общий счет больше 150 человек, которых обработал, которые выжили. В последнем бою Александр и сам был ранен. Уже в третий раз. В военном госпитале его прооперировали. И именно здесь киборг столкнулся с первыми проблемами. Согласно выписке, у него было не боевое ранение, а заболевание. В частях не проводится расследование по факту боев. То есть, человек поступает в госпиталь. В госпитале, так как у него нет справки о том, что он получил ранение в бою, пишут не ранение, а, по-моему, захворювание, болезнь. Ну, осколками надуло, пулей надуло, простуду, да. И получается, что человек, вроде бы, как у нас есть узаконена компенсация, но при этом при всем человек компенсацию не получает. Потому что по факту боя нету ничего. Чтобы получить денежные компенсации и льготы, участнику АТО нужно подтвердить статус, рассказывает киборг. В обл. военкомате ему выдали справку о том, что он является участником боевых действий. Но оказалось, что такой справки для получения льгот мало. Во всех учреждениях, куда я обращался, мне сказали, ты участник боевых действий. Я говорю, у меня есть вот эта бумага, в которой черно и по-белому написано. Тя доведка на ДНЯ, особый статус участника боевых дей. Вот когда ты получишь участника боевых действий, только тогда мы сможем тебе что-то, какие-то льготы. Удостоверения, военные билеты, медицинские справки о лечении, ранениях, контузиях и болезнях, полученных в ходе АТО. Бойцу действительно необходимо подтвердить факт пребывания в зоне АТО и участие в боевых операциях, говорят в военкомате. И добавляют, они уже создали специальные комиссии. Но ни одному участнику боевых действий в Харьковской области удостоверения участника АТО еще не выдавали. В районных военкоматах он будет выдаваться. Созданы специальные комиссии, независимые, экспертные, которые своим решением на основании перечня всех необходимых документов будут выдавать эти удостоверения. Все справки нужно заверить печатью Министерства обороны. Без регистрации в Киеве льготы получить невозможно, подтверждают и в Департаменте труда социальной защиты населения ХУГА. Теплая одежда, медпрепараты, деньги на реабилитацию и даже новая работа, если с прошлой уволили. Украинским военным до сих пор приходится надеяться только на себя и на волонтеров, уверяет Киборг. Когда же военные получат эти удостоверения, никто до сих пор так и не знает. В обл. военкомате бойцов снова и снова просят немного подождать. Инна Степанишина, Александр Проценко, Агентство телевидения Новости.